Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции. Доктор, следующая боль в верхней затылочной части головы. Здесь много ума. Не нужно проявлять, следует обязательно посмотреть, как начинается, простирается, по каким частям тела данный меридиан желчного пузыря. Что он контролирует? И вы увидите, что верхнюю затылочную часть контролирует один из меридианов, который простирается по данной области. Здесь также проходит меридиан тройного обогревателя, который будет влиять на данные боли. Также здесь простирается меридиан мочевого пузыря, и также здесь участвует меридиан печени. Пожалуйста, будьте внимательны и смотрите, как простирается данный меридиан. И тогда вы с точностью ответите, откуда же начинается данная боль в верхней затылочной части. И тогда вам легко будет справиться с этой болью. Уже два меридиана, можно спокойно взять точек и уже справляться с данной болью. Но не всегда верхняя затылочная часть именно болит. Почему? Потому что, может быть, это давление высокое поднялось. И может, наоборот, упало. Почему мы говорим, может так, а может так? Вы знаете, мы не знаем. Мы знаем одно, что человек, пожалуйста, внимательно, каждый индивидуальный. Все частенько это повторяют на сегодняшний день. Выучили эту фразу и говорят, что все болеют по-разному. Да, болезнь одна, но каждый болеет по-разному. Потому что мы не знаем, что при гипертонии данный меридиан либо воспалился, либо он резко ослабил. Мы не знаем. То же самое и при гипертонии. Мы не знаем, данный меридиан воспалился, либо еще слабее стал. Вот так вот. Потому что мы частенько говорим в наших лекциях, кто слышит нас хорошо, кто не слышит, прислушивайте, что диагностика 12 меридианов, она приоткрывает общий баланс. Общий баланс. С общего баланса всех 12 меридианов вытекает наш с вами энергоиммунитет, который на тонком уровне отвечает за наш грубый физический уровень. И если тонкий уровень не в норме, то как будет физически в норме? Делайте выводы. Потому что диагностика 12 меридианов при частых болях в верхней затылочной области головы обязательно рекомендуема. Почему? Потому что она начинается может с болью головы, потом переходить легко в головокружение, потом оказывается это поднялось давление или резко упало, потом оказывается, что человек метеозависимый, потом оказывается, что пришли магнитные бури и организм ослабел. Потом человек перенес несколько раз стрессы глубочайших, после этих стрессов начались боли в верхней затылочной области части головы и так далее и тому подобное. Потому прежде всего вы сами себя спросите, из-за чего либо откуда начинаются ваши верхней затылочной боли в голове. И тогда вы сразу поймете, что нужно вам восстанавливать. Но два точных меридиана, я вам скажу, это меридиан желчного пузыря на вашем экране и меридиан мочевого пузыря. Эти два меридиана отвечают за затылочную область, часть головы. Нужно знать в каком состоянии эти два меридиана. И точка. ВБ-43 сельцы всегда выступают точкой, в роли тонизирующей данную точку нужно активизировать активными массажными движениями при тех или иных болях, болезнях, которые простираются в верхней затылочной части головы. Спасибо за внимание.